Вы все погубили, Иван, и такие встречи стали исключением из правила, а могли быть правилом. Мы погубили. А когда Черчилль произнес свою речь Фултоне? Когда он призвал Европу к единению против России? Тогда, когда у нас еще воронки травой не заросли. Фултон был для Черчилля последней попыткой спасти престиж Британской империи. Рассорив нас с вами, он, Черчилль, просто мечтал о роли арбитра. Ну, это обычная роль Англии. А вы позволили себе рассердиться. Но когда наши кретины наделали массу глупостей и в мире снова запахло порохом, именно Черчилль призвал к переговорам между бывшими союзниками. Снова арбитраж, победа престижа. В 46-м году, когда Черчилль выступил в Фултоне, моей стране было около 30 лет. А вы, американцы, уж 13 лет, как признали нас. Чего же нас не поддержали? А вы сразу за улюлюкали. Атул, атул красных. А вы стали нарушать Потсдам. Факты, факты, пожалуйста. При чем здесь факты? Да ясно, тенденция была ясна. Вы могли тогда рвануть и в Париже, и в Рим вас ждали там. Торрес, Тольятти. Подожди, могли или рванули, это вы полезли в Европу. Вы начали пугать весь мир нашим вторжением. Вы, а не мы. А мы молчали. Мы долго молчали. Затянули по ту же пояса, и голод был у нас. А вы стали разорять нас гонкой вооружений. Это же стратегия. Не дать нам вложить деньги в мирные дела. И мы вынуждены были принять встречные меры. Да. Иногда жесткие. Так кто же, по-вашему, нарушает Потсдам решение Большой Тройки, а? Кстати, подписанные не только Сталином, но и Труманом, Этли, мы или вы? Вы. Но ваши люди отвергают факт жестких мер. Кто? Они говорят, что это провокация. Кто, кто? Ваши посольские инженеры из торгплядства. Вы слушайте Глеба, он кое-чего знает. Он из торговой миссии. Торгует Родиной и по совместительству радиоаппаратурой. Я горжусь, что у меня среди русских много друзей. Они отличные ребята. Но когда речь заходит о спорных вопросах, они начинают говорить, как газета правда. Ну да, вы хотите, чтобы они говорили, как Нью-Йорк Таймс? Эх, давайте выпьем за Пола. Если появляется Пол Дик, значит, надо ждать новых событий. Скоро полетим в Нагонию, приветствовать свержение вашего Грисо. Не надо выдавать желаемое за действительное, Пол. Чтобы свалить Грисо, нужны люди и деньги, а этого нет у его противников. Ай, не лгите, есть люди, есть и деньги, а... Ну, значит, вы знаете больше, чем я. Выпьем за русских. За то, чтобы мы научились понимать друг друга и относились друг к другу с доверием. Все-таки мы живем в одном мире и под одним небом. И разделяет нас лишь один океан. Я за. Знаете, ребята, о чем я мечтаю? Я мечтаю заболеть раком. Ну, чтобы анализы показывали рак, а боли еще не было. Нет, это очень важно, чтобы боли не было. Вот тогда бы я начал гулять. Я гулял бы так, как я никогда не мог себе позволить из-за проклятой работы. Я гулял бы, пока не свалился бы. Гулял так, как каждый мечтает гулять без страха за завтрашнее похмелье. Вот это был бы праздник. Ну, у вас к черту уж лучше напиться, чтобы поскорее забыть ваши слова, Пол. А вы почему не пьете? Что вы, я пью, я пью как лошадь. И здесь, в Африке, во всем виноваты русские. Мы лезем только для того, чтобы не пустить их. Ну, что ж, в таком случае пойдет еще одна. Да ну вас, вашей политикой, мистер Славик. Давайте выпьем за женщин. За женщин? Тогда стоя, стоя. В наш стремительный век только женщина осталась символом надежности. Надежности и красоты. Неплохо сказано. Продайте, Иван, купите. 15 долларов, даже 20. Красота, как символ надежности. Я начну так репортаж для наших свинопасов. Красота, как символ надежности. Так подумал я, когда вертолет доставил меня в джунгли, на берег океана, к двухметровому мистеру Огану, трибуну и борцу, который освободит нагонию от кремлевской марионетки Грисо. О, неплохо, да? Неплохо, неплохо. Гоните 15 долларов. Или возьмите меня с собой у Кагана. Вас посадит КГБ. Ничего, ничего. Огану ваш враг, вы не можете с ним общаться. Я все знаю про вас. Я старый, а потому умный. Друзья, хватит вам пикироваться. Мистер Славин, вы действительно хотите поехать в Нагонию? Да, поехал бы. А почему вы тогда здесь? Или вы тоже поддерживаете мнение Москвы, что именно в Луисбурге находится штаб заговорщиков? Ну, во-первых, конечно, поддерживаю, потому что я себя от Москвы не отделяю. А во-вторых, там в Нагонии мой приятель, журналист Степанов. Так что я в курсе дела. Мистер Степанов, мы читаем его книги, статьи. Должен признаться, здесь его не очень жалуют. Он слишком резок. Так вы опровергаете? Если врет, опровергаете. А сердиться? Ну, это же не демократично. Степанов пишет хорошо, даже если врет. И журналистика, и литература это ложь. Надо правдиво врать. Тогда это художественно. Надо писать вымышленную жизнь, а не такую, какую живем мы. Скучную. И тогда вы станете Толстым или Хемингуэем. Но Хемингуэй давно умер, Пол? Хемингуэй умер, а Толстой переселился сейчас из Миннесоты в Майами и ловит рыбу в проливе. Угу. Хемингуэй забыт у нас. Действительно забыт. Вот, если бы он родился в прошлом веке, это другое дело. А так, мы же знаем его. Видели его, пили с ним. Женщины чистили его, говорили, что он слабый. Слуги интервью давали, что, мол, жадный он. Классиков 20 века нет и быть не может. Потому что средства массовой информации набрали сил. Пойди попробуй, создай авторитет. Во времена Толстого сплетни были. А теперь все в газетах набирается огромные шапки. Попробуй не поверить тому дерьму, которое мы печатаем. И потом телефон? Это же общение до безобразия упростилось раньше. Попробуй, возьми интервью у Толстого. Нет, побегай-ка. Сначала ехать надо было. И спросить разрешение. А потом уже. А это обязывало. Это создавало дистанцию между ним и нами. А теперь набрал номер. Алло, граф, прокомментируйте мне войну и мир. Что нет? Верно, верно, Пол. Безжалостно, но верно. Да будет вам. Друзья, вы не считаете, что нам пора подумать о женщинах? Или мистер Славин опасается последствий? Насколько мне известно, вашим людям не разрешают подобного рода общения. Ну, вашим, я слышал, тоже такого рода общения нерекомендованные. Вам какие больше нравятся? Черные или белые? Да, я дальтоник. Покупаю 10 долларов. Китрый мистер Славин. Всегда уходит от прямого ответа. Да, точного ответа требует суд. А это полтора доллара. Мистер Славин отвечает мне по поводу женщин как опытный тактик, Пол. Ни да, ни нет. И во всех случаях он чист перед инструкцией. Перед какой инструкцией? Минутку. Твои девки уже, наверное, залезли в ванны в других номерах. Ну, я к черту шлюхи. Как это гнусно, Пол. Не увяливай тебя. Никогда не было женщины-друга. Лучшая женщина-друг это грязная потаскуха. Бесстыжая потаскуха, с которой не надо говорить о Сартре и притворяться, что понимаешь Славинского. Алло. Пилар? Значит так, Лоренц велел тебе передать. Он полковник КГБ. Здесь под своим именем. Жанат. В контрразведке служит 23 года. Ты знаешь, я сижу в обществе двух умнейших людей. Ты не хотела бы к нам присоединиться? По образованию он инженер-теплотехник. Потом закончил высшую школу КГБ. Кроме английского владеет французским и португальским. Гарантирую, что с нами ты сразу почувствуешь себя лучше, моя дорогая. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Он у них крупная птица, Джон. Обычно его включают в особо трудные, ответственные дела. Вот и умница. 600, 607 номер. Я его боюсь, Джон. Субтитры создавал DimaTorzok